приветствую я на даче смотрите нарвал сейчас зелень и лучка чесночка петрушки обзор дачи моих родителей на этой даче я вырос родился здесь я с маленьких пеленок вот такой маленький как раз я родился 43 года тому назад и эту дачу приобрели родители сюда ездил покажу сейчас вам каких местах купался что здесь растет те растения допустим фрукты вот как яблоки вот эти тех местах экзотичных странах где я бывал на шри-ланке на филиппинах их там нет вообще там только сами знаете бананы кокосы ананасы растут здесь смотрите яблочки наливные здесь растут вот там это дефицит действительно там привозные яблоки они очень дорого и не вкусные китайские поэтому подписывайся если ты не подписался это обзор родины казахстан где я родился и живу по традиции мы постоянно засаживаем прошу прощения как и мы батя вот там смотрите эти копошица засаживает кучу картофеля с этой стороны картофель и с другой стороны кушают в основном они только двоем они еще и потом умудряются ее продавать на базаре я постоянно их ругаю говорю зачем вы столько садите это же постоянно нужно ее потом ну вот смотрите сами своими глазами ее нужно сначала окучивать чтобы не было здесь сорняков поливать ее нужно постоянно короче нужно за ней следить ну родители на пенсии им конечно в принципе позволяет время они могут сюда приезжать отдыхать всем этими делами заниматься а почему нет в принципе даже и мне можно это делать ну вот на путешествую дача останется мне наследство буду продолжать так сказать династию нашу родственную рядом с картофелем растет клубничка клубничка уже давно дает плоды ах уже не видно ее абсолютно да потому что отец прошел с баночкой насобирал поэтому нету но ничего страшного сейчас пройдемся по моему где-то еще есть клубника здесь ее достаточно практически каждый день дает плоды так сейчас я вот лучок чесночок занесу еще нарвал смотрите укропчика здесь есть и петрушка здесь есть и сельдерей здесь много всякой зелени полезной ее кстати тоже на островах нету цветочки растут какие-то разные пионы наверное называются я честно не знаю если вы знаете как называются цветы напишите в комментариях вот он отец набрал клубники поздоровайся с подписчиками все нормально клубника мало вчера собирал сегодня это на один раз пойдет на заход чуть-чуть еще смотрите девчата я дарю вам цветы розы потрясающие настоящие это не фуфло которые вам впаривают в целлофане на 8 марта это блин реально вот реальность которая растет прям из-под земли который вот сейчас дождик прошелся вот посмотрите своими глазами вот видите прям видно еще капельки капельки на розах но это просто красоте это вам не голограмма и не иллюзия это не фотошоп это все настоящее все натуральное я вам передаю это красками вот у меня зрители казахстанцы смотрят я по статистике посмотрел 50 процентов и россиян ну там где-то малая часть я смотрю с европы с америки даже смотрят бывают даже и филиппины но это наверное мои подписчики и на шри-ланке смотрят с турции из грузии те страны где я побывал да и между прочим еще из черногории поэтому я всем своим знакомым передаю привет и как говорится желаю вам всем всего хорошего тут у нас груши растут зрители моего канала со шри-ланки с филиппины если вы смотрите это вот наш такой exotic fruit и как вот груша по-английски я честно уже не помню ладно its apple это яблони вот такая ранетка большая но смотрите она вырастет и в принципе будет вот 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 такая вот нормальная яблоко вот такое хорошее наливное кисло-сладкое кстати здесь сделали ее привиле то есть саженец и тут уже давно и раньше он был совсем кислый невкусные после прививки батя сделал так что он прям сладенький стал ну вот смотрите картофель короче сантиметров грубо говоря 50 сантиметров стебель вот смотрите видите как он сидит да хорошо вот я сейчас экскурсию проведу по плантациям картофеля вот это контент вот это болен бомба ну реальность вот вы видели вообще вот сейчас там пальмы показывают турцию грузию там пляжи шмляже глядят это все конечно прикольно с одной стороны ну а здесь вот вот настоящая реальность да где вы живете и вот сейчас можете сравнить допустим вашу дачу с моей дачи да у кого лучше у кого круче тоже напишите свое мнение конечно же как без малинки наш любимой сладенькой а между прочим уже чуть-чуть уже готовая кстати в июле уже вот она сейчас насчет хорошо поспевает какой контраст не передать просто словами обязательно попробуйте если вы ни разу малину не пробовали это просто божественная вкуснота здесь у нас соседи зовут его по моему кореец кореец то ли николай то ли пётр как его там зовут не помню так что у нас здесь кстати заросли смотрите какие валуны какие огромные валуны угадайте что здесь что это будет что это такое я жду ответ в комментариях я специально вам вот это показываю чтобы вы отгадали что за волны что здесь будет расти в баллоне ну такой знаете наши деревенские примочки это вот чтобы сделать допустим небольшую оградку просто из покрышки сделали вот такое можно сказать оградик для цветочков точно также вот смотрение растут только это уже другие и это тоже делайте выводы как называется вот это растение валуны тут у нас посажены кукуруза початки кукуруз вот они смотрите как взрастает хорошо они будут размером наверно где-то вот я помню 22 бывает до трех метров доходит о кстати дождик сейчас идет прошелся дождик неплохой такой потому что уже давно на дачах не было дождя приходилось постоянно ездить так что за грядки здесь показываю вам это что такое это свекла это свекла это можно так сказать мать мать всех овощей которая очищает не только почки и печень также мозги вам чистит если у вас засорились мозги в этом смотрите постоянно какие-то ток-шоу сериалы да и всякую бурдень по зомбоящику поэтому ешьте свеклу вареную между прочим и мозги прочистится как раз мочой все выйдет и будет просто окей я вам гарантирую отвечаю базара нет и чем у нас здесь еще капуста смотрите какая капуста блин здесь початочки они будут огромные вот такие вот на эти большие бошки прям вот это настоящая вот капуста не то что вот это магазинное фуфло который продается блин баклажан щеки вас 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 огромные баклазаны здесь будут скоро вон смотрите какой цветочек сейчас он уже вырастает будет огромный баклажан совсем в натуре вот такой здоровенный отвечаю я постоянно каждый год их жарю делаем овощную рагу ну и конечно же помидоры 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 овощи баклажаны едут на корове хрен на скорой помощи знаете такую песню и еще одна капусточка рядок идет смотрите проходим далее видимо конечно сейчас как вы можете этого забыть это перец перец сладкий перец не жгучий this pepper pepper no spicy pepper green pepper sweet pepper very nice так что это такое это у нас деревья абрикос абрикосы абрикосы тоже очень полезные очень вкусные и яблоня ранетки сейчас мы пройдем дальше так но здесь у нас соответственно еще продолжается помидоры помидоры кстати огромные бычье сердце краснейшие и черешня черешня она по моему в этом году отдыхает по моему ее не будет она уже давным-давно вот сейчас должна была цвести то есть должна была быть вообще просто обалденная я помню здесь эту черешню я постоянно просто в детстве мало короче одну в рот другую себе в этот банку такую ложил ну или в кастрюлю в детстве точно так же делали я даже не сомневаюсь здесь теплица это мы весной ставим чтобы быстренько допустим рассада вот помидорчики там растут но я смотрю они там мало то что они начинают там расти потом их пересаживаем сюда на грядки так а здесь гордость моего бати отца это виноград виноград зеленый сладкий между прочим тоже привезем с гор грузинских это просто потрясающе вот он гордость отца вот он ее обожает этот виноград постоянно собираем ее и что делаем да просто кушаем вино не делаем виноградные варенья тоже не делаем так себе в принципе нормальненько но смотрите друзья мои вот такая вот у нас дача собственно впереди вы видите бак с водой я с детства не было блин сколько лет сейчас не помню но мне было наверное три или четыре годика я в нем плескался мне вообще прикольно было я сюда на дачу приезжал с моим братом мне привозил и мы здесь постоянно плавали блин вообще караул классно было время но время летит время летит поэтому если вы не подписались и не отдыхаете на дачу то вы теряете время зря желаю каждому удачи и всего хорошего но я с вами не прощаюсь до скорых встреч